Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию представителя крупнейшего популярнейшего в России онлайн кинотеатра Иверу, Светлана Лилюшина. Светлана. Да, здравствуйте, спасибо, что позвали поучаствовать. Нам очень интересно, для нас это очень интересный опыт. Светлана, большое спасибо вам за встречу. Уверена, будет очень интересно узнать ваше мнение на тему юзабилити исследований, как это проходит в Иверу, рекрутинг-респондентов. А в тебя хочу заметить, что вы действительно один из редких экспертов, которые настолько скрупулезно подходят к качеству подбора участников исследований в целом. И сейчас это очень редко можно встретить на рынке. Спасибо, Иван. Да, искренне первый вопрос будет касаемо того, как команда Иви понимает, что требуется провести исследование, внести какие-то заработки в продукт, улучшить его. Понятное дело, что продукт должен меняться всегда. Ни один продукт не может оставаться в том состоянии, в котором он появился исходно, если он хочет удерживать у себя пользователей. Потому что мир вокруг нас меняется, соответственно, появляются новые возможности, в том же технологические. У Иви в последние годы в том числе появилось очень много конкурентов, которые тоже стараются, все время что-то меняют. Поэтому и нам, соответственно, тоже очень важно меняться, не отставать от них. Также одна из наших целей – это, соответственно, отвечать требованиям наших пользователей, то есть удовлетворять их в плане того, что они от нас хотят. Соответственно, исследования мы проводим очень много. На самом деле, все какие-то важные изменения мы обычно стараемся тестировать. На самом деле, даже какие-то не особо важные мы стараемся тестировать. В принципе, мы все стараемся тестировать, потому что, когда мы что-то протестировали, мы уже наверняка знаем, что это сделано хорошо и что потом не будет с этим каких-то проблем. Поэтому понятно, что, если ты не посмотришь, не проверишь продукт, потом и сделаешь его, и он окажется плохим, то это будет не очень весело. Поэтому чаще всего нас привлекают абсолютно ко всему. В Иви очень ценят вообще пользовательский опыт. Один из таких столков, соответственно, которые у нас есть – мнение пользователя, то есть как он относится. Можно бесконечно что-то делать, доделывать, но если пользователь будет недоволен, ему будет неудобно, ему будет не нравиться, то все будет зря. Как-то так. Как вы понимаете, какую аудиторию вам необходимо просить, узнать мнение? Соответственно, у нас уже есть какие-то свои сегменты, которые за годы нашей практики мы для себя выработали. То есть какие-то группы, которые уже прописаны, и мы берем стандарты на многие исследования. В принципе, конечно, они не всегда используются именно они, но то, какую группу, какую выборку мы будем брать на исследование, мы, соответственно, определяем в самом начале исследования. Сначала мы ставим цель исследования, расписываем его, и после этого обычно понятно, на кого это вообще ориентировано. То есть на каком-то уровне, я не знаю, как объяснить. То есть ты ставишь цели, ты понимаешь, на кого, соответственно, это каждая фича, каждый продукт, он на кого-то ориентирован. Какие задачи вы проводите самостоятельно при проведении исследований, а какие можете доверить партнерам? Слушайте, у нас в ИВИ, в принципе, есть сейчас три отдела исследований, которые между собой там все время пересекаются, как-то взаимодействуют. Мы отделы именно исследований, мы обычно стараемся все делать сами. То есть мы очень мало проектов отдаем, в принципе, на сторону, стараемся все проводить сами, потому что наш продукт, он достаточно сложный. Помимо того, что он сложный, он достаточно специфический. То есть у нас там, допустим, есть платформа Smart TV, то есть телевизоры, которые вообще встречаются только в сфере, условно, онлайн кинотеатров. То есть если с телефонами, смартфонами, там, вебом знакомы практически все, то в плане Smart TV многие даже банальных вещей какие-то не знают, какую кнопку куда нажимать. Поэтому если ты отдашь такой... Я не могу пользоваться не уметь. Да, да, да. То есть когда ты отдаешь такой проект на сторону, человеку придется просто для начала учиться работать с этой платформой, он не знает там каких-то нюансов этой платформы. Вот. И это усложняет процесс, возможно, там возникнут какие-то проблемы, и тут очень много будет переживаний, на самом деле, очень много правок, и в итоге намного проще действительно своими силами здесь провести. Мы знаем, что результат, он будет качественный, что мы сделаем все как надо, и что мы поймем все как надо, потому что мы погружены в это. Мы общаемся все время с нашими продуктологами, у нас очень взаимодействие плотное в команде идет, поэтому мы стараемся это все делать сами. Вот. Это что касается, соответственно, каких-то качественных губинок, юзабилити-тестов, мы проводим сами. На сторону бывает, мы отдаем скорее количественную такую штуку, потому что иногда проще действительно это дать на сторону. В ряде случаев мы, тем не менее, все равно сами делаем анкету, то есть вопросы мы там, допустим, сами закладываем, но проведение отдаем на сторону, потому что это экономит временной ресурс, потому что там у них уже есть панели, которые они будут опрашивать. Ну и в плане технических каких-то возможностей, конечно, наследовательские компании, они там могут быть намного впереди нас. Но что касается качественников, я сказала, это обычно все у нас. Как работать в команде разработчику и UX-исследователю? Как найти эти точки соприкосновения? Так, ну смотрите, во-первых, мы напрямую с разработчиками не общаемся. То есть разработчик — это человек, который там условно пишет код, вот, он молодец. Мы в основном общаемся чаще всего либо с продуктологами, продукт-менеджерами, которые вот эту всю кашу обычно разгребают и руководят, либо мы общаемся с дизайнерами непосредственно. То есть дизайнер там делает какой-то макет, какую-то фичу, там мы расставили красивые кнопочки, приходит к нам и говорит, давай проверим, посмотрим, как он вообще будет работать, понятен ли то, что я сделал. То есть это вот две категории обычно наших заказчиков. Конечно, бывает, что там прибегают с разных сторон другие менеджеры, но вот непосредственно с разработкой мы обычно напрямую не взаимодействуем. То есть у нас есть вот такое срединное звено. Находите точки соприкосновения, то есть, например, продуктолог, у него уже может быть свое мнение, допустим, как лучше преподнести, да, сырьевая аудитория, какие-то изменения, там, дизайнер, он думает, что, например, он интересно сделал какие-то доработки. Соответственно, для этого мы как раз-таки здесь и нужны, потому что понятно, и дело, взгляд замыливается, и когда ты что-то делаешь, кажется, что оно прям, ну, вообще здорово, классно, всех порвет, а потом оказывается, что ты что-то просмотрел. Поэтому как раз-таки и нужны мы, которые, люди, которые приведут реальных людей, обычных самых первыми погруженных, даст вот что-то посмотреть, и мы узнаем мнение. То есть у нас, в самом деле, наша команда, она вот в этом плане очень, как сказать, воспитанная уже нами, она всегда что-то делает, и прежде чем, там, говорит, что это круто, обычно приходит к нам и спрашивает, а можно ли это проверить, действительно, а можно ли это покрутить. Там, мы это сделали, но мы не уверены, что, там, это классно, пока мы не проверим, там, не дадим это людям. Также часто, там, они нам приносят сразу несколько решений, там, на стадии макетов, которые, чтобы их проверить, чтобы убедиться, что вот этот вот лучше, чем вот этот. То есть вот даже такие решения мы обычно стараемся принимать с помощью мнения пользователей. Например, если оно делится примерно 70, там, на 30, да, условно говоря, 30% там не нравится примерно, да, а 70% нравится, то есть вот тогда как это все-таки? Это на самом деле в плане вот именно нравится, не нравится, если брать, в принципе, нравится, не нравится, это довольно субъективная такая штука и на самом деле зависит от того, что мы там, ну, вот, именно тестируем. То есть понятное дело, что если у нас же на сервисе люди платят деньги, условно, все эти моменты, связанные с оплатой, если человек видит, там, купить, вот, ему автоматически будет меньше нравиться, чем что-то другое. То есть это вот нормально, человеку это слово купить, там, рубль, и все, и там, мнение упало. И понятно, что вот это надо принимать к сведению, и то есть это очень такая вот штука. Мне нравятся как бы субъективные моменты, то есть все-таки тут больше техническая часть учитывается, да, если... Да, да, то есть понятное дело, что что-то субъективное, если там всем не нравится, понятно, что тут есть причина какая-то, что поголовное всем не нравится не может, вот, это что-то, что-то сделать неправильно. Но то, что если кому-то не нравится, это нормальный процесс, то есть там, я не знаю, там, условно, если спросить людей про то, какого, ну, как там лучше было бы сделать наш дизайн, нам скажут, там, давайте зеленым сделаем фон, напишем на нем розовыми буквами, побольше блесток добавим, то есть есть ли такие люди, понятно, что им не нравится. А, ну, сами юзабилити, это вот более точный процесс, потому что мы там не спрашиваем, нравится, не нравится, мы просто там сажаем человека, даем ему какой-то там условно, вот, либо прототип, либо наше боевое приложение или сайт и просто даем ему задание, которое ему нужно сделать. То есть тут либо он справляется с ними, то есть он может это сделать, либо он не может это сделать, вот, и значит, есть проблема. То есть вот эта оценка, она уже объективная, я считаю. Вообще, раньше или в начале, может быть, работы оценивались какие-то его, ну, именно мнения, да, пользователя, например, он говорит, вот эти гонки меня там смущают, то есть он, например, может быть, их может найти, но говорит, что они его смущают, там, например, да, ему не так сразу понятно, как вот было до изменения, да, интерфейса, ну, какие-то такие моменты. Пользователь может, не будем, да, ему полностью доверять, да, то, что он говорит, то есть как вот эти моменты. Тут на самом деле тоже зависит от того, в контексте чего это сказано и, соответственно, как много людей это сказали. То есть вот мы условно берем 10 человек, если из них, допустим, ну, уже два хотя бы сказали, что вот эта иконка, она больше похожа на что-то там, то мы, конечно, это там себе заметим, выпишем и потом отдадим. Это не будет условно прямой, так сказать, инструкции к действию, как если вот человек не справился прямо, у него не получилось, но, соответственно, это повод задуматься, может быть, как-то эту штуку все-таки поменять. Это не прямо вау-приоритетно, но, скорее всего, это будет рассматриваться, потому что проблема не вызвала, прям действительно, но несколько человек выяснилось, что это как-то не очень понятно. Да, в некоторых компаниях там очень жестко эти моменты как-то стараются не учитывать, не нивелировать, то есть только в технической части. То есть вы тоже обращаете внимание, если, допустим, он говорит, да, какие-то свои, скажем так, рекомендации пользователей. Если их несколько, да, то уже это же... Ну да, потому что, ну, если один человек, это может быть субъективно. Если там уже несколько человек об одном и том же говорят, то, наверное, что-то действительно такое есть. Просто стоит обратить на это внимание. На самом деле мы тоже не бежим там условно править это. Это скорее как повод подумать, поразмышлять и, может быть, как-то еще дополнительно эту штуку крутить, потрогать. Одним исследованием уже не заканчивается. У нас, говорю, этих исследований очень много. Мы можем потом в дальнейшем это как-то докрутить, потрогать и понять, а может быть, там действительно есть какая-то проблема. А как вы ставите задачи коллегам по ИВИК-исследованию и как на практике отслеживаете реализацию вот этой системы в ИВИ? Ну, слушайте, у нас на самом деле команда, она не очень большая. Я знаю, там, в некоторых командах прям огромные вот эти ИВИК-совые команды, но у нас команда небольшая, и поэтому, условно, у нас есть еженедельные симки, на которых мы просто обсуждаем то, что мы делаем, какой это фазе у нас находится, там, что в данный момент, просто какими-то мыслями делимся. И на этой же встрече у нас происходит планирование. И, вы знаете, ну, наверное, прям какой-то необходимости прям жестко следить за кем-то у нас просто нет. То есть у нас работают чудесные люди, чудесные специалисты, которые прекрасно знают, как им работать, поэтому, в принципе, все отлично. То есть нет, вот это вот KPI, там, например, да, вы должны сделать в субботе? Нет, нет, у нас вот это вот мы не подгоняем. То есть я знаю, что вот история в агентствах такая есть, что там прям все с этим строго, но у нас компания, она намного более лояльная, то есть у нас просто люди сами понимают необходимость проведения тех или иных исследований. Понятно, что там что-то нам надо сделать там быстрее, иногда появляется какая-то стратегическая задача. Бывает нам говорят прям вот, блин, вот это горит, действительно, это срочно надо. Ну, мы это сами понимаем, что нам нужно чуть-чуть там ускориться в моменте никого. Ну, как, не надо точно. Какие рекомендации вы могли бы дать начинающему предпринимателю или стартапу, если он разрабатывает сервис, например, в какой-либо сфере? Что может, какие рекомендации может дать исследователь? Конечно, смотреть на людей. То есть когда что-то делает, делать это с поглядкой на людей. Ясное дело, что у какого-то начинающего, может быть, предпринимателя нету там возможности, проводить какие-то большие исследования там или что-то такое, кого-то нанимать и прочее. Но даже если там есть возможность поспрашивать каких-то рандомных людей, дать им что-то потрогать, пощупать и просто поспрашивать потом, то это уже хорошо. То есть я считаю, такие моменты никогда не стоит пренабрегать, потому что отсюда может много что полезного вывести. Как минимум много идей, которые можно потом будет применить, которые дали люди, а не ты у себя в голове разработал и решил, что это будет почему-то круто. Вообще в течение года вы с командой как бы принимаете решение, к чему нужно идти? То есть какую-то основную там, например, задачу в итоге улучшить сервис до такого-то момента, да? Или как-то это все более творчески и в моменте идет изменение? У нас есть такая вещь, как повторяемые условно тесты, которые проводятся там раз в полгода. То есть когда мы просто берем и тестируем вообще все, что есть. То есть мы берем сайт, мы деляем какие-то ключевые вообще понты, ключевые сценарии. У них на самом деле очень много, но это вот то, что условно было ключевым, и вот мы посчитали, надо взять. И мы по этим сценариям мы прогоняем людей прям везде, 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 то есть раз в полгода. И смотрим, какая там условно проходимость, удобно, неудобно, есть ли моменты, на которых люди там статыкаются. То есть обычно вот из таких вот тестов, которые проводятся, рождаются мысли, что там у нас вот сильно просело то-то, то-то. И мы будем идти, скорее всего, в эту сторону, отдадим результаты продуктологу, отвечающему за эту часть. Он будет делать наработки, мы будем их тестировать, то есть есть вот такая закономерность, конечно, то есть это не совсем снежный ком какой-то, но не исключаю, что есть такие моменты, которые действительно просто прилетают, как снежок в окно. И вот откуда оно взялось, непонятно, но надо срочно. Ну плюс там на уровне каком-то стратегическом тоже появляются иногда задачи, которые там мы не ожидали, но у нас же есть высшее руководство, и оно там поменяло вектор, и оп, этот тоже появился. То есть тоже там история еще на полгода какая-то длинная. Примерно раз в год, получается, надо проводить вот это исследование, и уже более обширно смотрят результаты, то есть анализируются это, то есть улучшения какие-то принимают. Да, мы условно фиксируем свои болевые точки, над которыми, скорее всего, будем работать в течение полугода. Здорово. Вот этого я еще не слышала, потому что обычно как-то нет вот этого тайминга, именно там в течение года взяться и обширно все протестировать. От себя хочу, конечно же, заметить, что мы с Иван и Светлана с вами давно работаем. За время работы вы очень оперативно держите связь, с вами очень приятно работать. Всегда быстрое реагирование, все изменения, и Иви, конечно, уже давно UX-исследования проводится. И, например, есть сейчас еще часть компаний, и до сих пор они есть, и ритейл, кто только сейчас организует UX-исследования, то Иви, конечно, это давно, наверное, у таких передовых компаний. Спасибо большое вам за интервью, вот, уверена, очень будет полезно, обработаем его уже в статью, и дальше, надеюсь, еще будем сотрудничать и будем работать. Спасибо большое. Вам большое спасибо, извините, что я так долго откладывала, честно говоря. Просто сейчас такой момент, сами понимаете, там бюджет планируется, там стратегии на следующий год планируются, отпуска больничные еще, потому что осенью я вообще никак не могла что-то вырвать, потому что прям было очень больно. Но в целом спасибо вам большое, что вообще действительно тоже терпеливо очень относитесь, мы порой тоже себя ведем не очень хорошо, начинаем переносить, менять что-то. Да, мы с вами закончили тогда, да? Да, все, тогда дальше мы уже будем в переписке и статью. Да, мне тогда надо будет, прежде чем вы будете, там что-то публиковать, помните, да, какие-то варианты коллегам показать, потому что будут от отдачи, если что. Да, все, обязательно согласуем, обязательно. Спасибо вам большое, хорошего дня тогда. Спасибо, Светлана.